Была бы земля, а работа будет, так рассуждает фермер Андрей Перебойнис из Лимана Донецкой области. Он дважды терял своё хозяйство. Впервые в 2014-м тогда в оккупации были полтора месяца, но после долго становились на ноги. У нас было 70 голов. Мы только после 2014 года восстановили фермы. Когда у нас начались отёлы, 24 марта прилетел град в нашу ферму и полностью уничтожил её. Земля, ферма, магазины. Андрей с людьми потеряли почти всё, что имели, но решили спасать, что возможно. Вывезли из Донбасса в западную Украину 20 быков. Дорога была тяжёлая и длинная. Мы вывезли только 15% техники. Нам удалось вывезти 20 быков, 1400 километров под градами. Мы заплатили 250 тысяч гривен, чтобы их вывезти. Всё, что осталось в оккупации, уничтожено. Я не понимаю, как можно было 500 тонн зерна вынести? В мешках или как их? Сложнее всего фермерам, которые потеряли абсолютно всё. Те, кто остался в оккупации, огромными усилиями и жертвами удерживают хозяйство. Россияне отчужают имущество, вывозят зерно, заставляют украинцев перерегистрировать свой бизнес. На Запорожье, которое приносило до войны 4,5 миллиона тонн зерна, урожай украинцы продают себе в убыток. Та цена, которую предлагают оккупанты, которую предлагает враг, это 50 долларов за тонну. Себестоимость выращенного урожая сегодня не менее 120-150 за тонну. Это вдвое ниже. И мы знаем чётко примеры, когда сельхозпроизводители сжгли свой урожай, чтобы он не достался врагу. И после этого выезжали на территорию Украины. Новый урожай оккупированные аграрии засевать не смогут. Не будет ни денег, ни удобрений, ни исправной техники. В Херсонской области ещё в июне, по данным правительства, остановилось большинство агропредприятий. Релокация невозможна. Не то что предприятия, людей не выпускают. Там просто ужасная ситуация. Людей похищают, аграриев забирают, помещают в камеры, пытают, заставляют подписывать документы, отказываться от своего имущества. Под сильнейшей угрозой политически активные фермеры, часть местной власти, депутаты и люди, имеющие родственников в вооружённых силах. Фермеры очень активны, очень часто они в этих органах есть. Вы сразу попадаете к тем, у кого надо забрать всё. Там происходит геноцид украинского фермерства. Ну а те, кто смог сбежать от россиян, верят, что территории отвоюем, всё отстроим. Андрей и третий раз готов начинать с нуля. Мы не опускаем руки. Мы сильная нация. Мы украинцы. Нас бомбят самолётами, градами. А мы всё равно выиграем. Наша страна будет самой успешной на всей карте Европы. Оксана Михайлова специально для «Марафона Фридом» на канале Юэй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...